Дорогие друзья, я очень рад новой встрече с вами с новым посланием на жизненную и актуальную библейскую тему, важную для нашей духовной жизни. Среди тем, которые мне очень нравятся, есть тема молитвы. Это разговор с Богом. Мы сотворены для того, чтобы общаться с Ним, чтобы слышать Его и с помощью молитвы выразить Ему то, что невозможно выразить. Иисус и Слово Божие всегда могут научить нас чему-то касательно молитвы. Ученики Иисуса попросили «Господь, научи нас молиться». Возможно, это небольшое слово о молитве поможет вам продвинуться вперед или переосмыслить свои действия в плане молитвы. Я всегда радуюсь, когда другие молятся. Проводя молитвенные собрания, мы вдохновляем друг друга молиться одним сердцем и одним голосом. Мы в молитве выражаем те мысли, которые вкладывает в нас Бог. Иногда меня удивляет серьезность одних, а иногда легкомыслие о других. Эти состояния могут отражаться в наших же сердцах, когда мы молимся. Иногда мы приносим Богу наши списки нужд, наши срочные вопросы, но на следующий день мы понимаем, что уже забыли, о чем мы попросили у Бога вчера. Значит, это было не настолько важным. Иногда мы говорим, если Бог не будет вмешиваться, я сам разберусь. Я что-нибудь придумаю. Я сам пройду ситуацию. Это обозначает, что мы молимся, но порой не уповаем полностью на Господа. Первое, что важно понять, нам нужно оставить легкомыслие и поверхностность в молитве. Иисус сказал следующее тем людям, которые приходили к Нему с нуждами и вопросами. «Что вы хотите, чтобы Я сделал вам?» Другому Он сказал, «Хочешь ли быть здоровым?» Слепым людям Он говорил, «Чего вы хотите от Меня?» Итак, Иисус просит, чтобы мы говорили точную нужду. Необходима ясность, чего ты хочешь на самом деле. К тому же, нужно обратить внимание, как мы просим. Хочу вам передать образ с помощью милой истории. Маленький мальчик играет на улице. Ему становится жарко, и он уверенно заходит к папе в офис со словами. «Папа, я хочу попить воды!» Папа делает вид, что ничего не слышит, и продолжает работать. Мальчик, желая продолжать игру, вновь выходит на улицу. Через несколько мгновений он опять заходит в офис, говоря, «Папа, я хочу попить воды!» Папа опять же не реагирует и продолжает работать. Ребенок немного крутится вокруг офиса, и потом опять выходит поиграть. Затем он возвращается в третий раз, хватает папу за руку и говорит, «Папа, ну дай мне попить воды!» Тогда папа кладет ручку на стол и говорит своему ребенку, «Конечно, я дам тебе попить воды!» Я просто хотел убедиться, что ты действительно хочешь попить воды. Хочу поделиться еще одной историей с вами. Это история молодого ученика Сократа, греческого философа. Ученик спрашивает о том, как приобрести знания и мудрость. Сократ, как я могу приобрести мудрость? Сократ приводит ученика к берегу реки и просит его встать на колени. Затем он без предупреждения окунает его голову в воду. Ученик хочет вынуть голову из воды, но Сократ держит его под водой. Ученик сопротивляется всеми силами, чтобы вынуть голову из воды. Наконец-то Сократ отпускает его и говорит, «Если ты будешь искать мудрость так же, как ты пытался вдохнуть воздух, ты найдешь ее». «Как лань желает к потокам вод, так желает душа моя к тебе, Божия». Давид говорит, «Божия, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Нам необходимо ясно выразить свои нужды и быть настойчивыми, и взыщете меня и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Но к этому нужно приступить серьезно, с настойчивостью, без сомнений. Пусть ваша вера возрастет таким образом. Когда Бог спрашивает нас, «Что ты желаешь, чтобы я сделал с тобой?» Мы должны суметь ответить Господу ясно, и мы должны быть настойчивыми. Именно так мы получим ответ, потому что мы наследуем обетование через веру и настойчивость. Желаю вам успехов. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин